как что как обращаться к вам ну да не надо обращаться время не тратьте на это я сказал как меня и гнатий лапкин и гнатий тихонович ну как обращаться аж поэтому хорошо слушаю интерес проявляю поэтому вот скажите мне пожалуйста это вот знаете как может быть правильно может быть неправильно правильно ли в церкви брать деньги неправильно а вот мы строим православную деревню брат у меня священник у нас с тарелкой не ходят ни за крещение за что деньги не берутся вот я идут детей крестить а с меня непосредственно снимают то есть просят я вам ответил я ответил что господь торгашей выгнал веревками играл и говорит домой дома молитва наречется вы сделали овертепом разбойников вот как их называют за деньги это грех симония проклятие тому кто дает деньги тому кто берет каноническое правило но десятину то надо а вот десятина как раз и включена десятина все покрывает вот а когда люди над людьми не работают они никто платить не будет они приходят торгашевские отношения тебе ты мне и опять пошел на свое дело десятину дает тот кто знает что это такое она божья господь говорит по 3 главе 3 глава у мопрока малахи горит проклятие вы проклятие весь народ за что за то что не платите десятину вот как десятина богу принадлежит мы заработали 900 рублей господь сотню приложил и горит отдай он не говорит что вы жадный это вы меня обкрадывайте божья десятина то и она только отдать и все так как теперь объясняться кто в церкви да вот мы объясняемся мы строим деревню православную на алтавалтайском крае у нас две общины маленькие конечно но у нас это все соблюдается так как теперь вот быть так я вам сказал skype сделайте skype игнати лапкин и звонок все эти вопросы тысячи вопросов я ответил в университета где преподавал и они сохранились так что я ответил его у меня там все отвечено это политика экономика социология литература семья будущее все там сказано только skype как батюшкам как батюшкам относиться тогда относитесь так как достоинство требует скажите батюшка это не положено и то другое не оскорблять у меня вчера один говорит у меня мама осталась там одна и она вот выходит замуж что я должен я курс лаской быть головой до земли как говорил горький говорит матерь если в пригоршний обед сваришь и тогда должен вот как это родители твои тебя не надо уже ты их не исправлять они за тебя отвечают а не ты за них мы сейчас переехали на другое так как батюшки относиться так относиться если ты видишь что я пьяный или что-то делает пойди к другому мы стали строить вот у нас так сама церковь делает так это не церковь это частное лицо церковь это запрещает делать что мамона господь говорит не можете служить богу и мамоне мамона это богатство обогащение я понимаю так подойти батюшке и сказать батюшка ты неправильно делаешь неправильно делаешь тем более если торговли 10 на не платится в другое место найдите куда заплатить так давайте без торговли пускай 10 на платье до этот разговор один мы это сделали сделайте вы у себя вот у нас нет торговли у нас тарелка не могут ни за что деньги не берут я вам обещаю вот этого выйдет я освещаю что мы это знаем и сделали так что у нас тарелка не ходит ни за что деньги не берутся, ни за крещение, ничто. Делайте себе. У нас вопрос этот снятый, потому что мы работали. В стране... Я отвечаю, в стране уничтожено 81 тысяча населённых пунктов. Мы получили землю и с нуля строим деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Послушайте. А цыганям можно воровать? Нельзя воровать, потому что это племя... Цыганям, цыганям. Я ответил. Никому не положено воровать. А кто гвоздик крайний украл? Да никто. Это они придумали. Гвоздь украл. Гвоздик кто крайний украл? Никто. Я ответил вам. Не стойте. Время нет. У меня здесь сидеть здесь. Пустотой заниматься. Я вам ответил. Заходите в скайп Игнатий Лапкин. И там я тысячи вопросов поддаю вам. Давайте, заходите. Скайп Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин.